Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 марта. Вот вчера я начала рассказывать и показывать про обработки теплиц. Начала это специально, заблаговременно, чтобы у людей была возможность, особенно у начинающих, посмотреть все виды и способы, послушать меня и выбрать для себя самый оптимальный. И вот вчера был ролик такой вводный о том, что способы разные бывают. Бывает мягкая обработка, просто кипятком пролить или фитоспорилом. Бывает покруче, там медный купорос. Некоторые обрабатывают серными шашками. И для кого это очень актуальна тема, вы под видеороликами вот эти комментарии читайте. Вот сегодня я уже вижу много комментариев. И как раз сейчас буду показывать вам видеоролик прошлогодний про обработку фитоспорином. И тут уже есть один вопрос, на который хочу перед тем, как ролик начнется, ответить, что человек сомневается, что фитоспорин работает на каркасе. Что обычно говорят же, он при плюсовой температуре и в почве. Но вот я ответила зрительнице, что плюсовая эта температура в теплице уже давно. А про то, что работает он на каркасе или нет, ну мы никогда об этом не узнаем. Мы иногда применяем вот эти биопрепараты, не зная точно и наверняка помогают ли нам они. Но специалисты рекомендуют, мы их применяем. Вроде они полезные, безвредные. Я скажу свое мнение так. Каркас теплицы так и так мыть, гигиену наводить там. А раз все равно мыть, то я везде при мойке добавляю фитоспорин. Вроде как с надеждой на большую дезинфекцию. Так как у меня фитофторы там так и так не было, я могла бы помыть и просто теплой водой. Но добавляю фитоспорин вроде как в надежде на лучший эффект. Добавлять фитоспорин или не добавлять, это конечно каждый решает сам. Можно помыть просто розовой водой. Ну вот розовая марганцовочка воду делают. И также был вопрос, что если не было фитофторы, ну нужно ли все это добавлять в фитоспорин или нужна ли вообще обработка. Обработка вообще нужна, потому что гигиену наводить там нужно. Хотя бы горячей водой, теплой водой мыть каркасы все равно нужно. Некоторые обходятся просто промыванием каркасов и поливают землю фитоспорином для улучшения вот этого микробиологического климата в почве состава. Иногда достаточно этого. Я иногда просто мою каркас водой, а фитоспорин в грунт добавляю, вот раствор фитоспорина, все. И еще объясню, почему показываю прошлогодние видеоролики, а не снимаю новые. Но я уже говорила, что весна, осень в том году была долгая, затяжная, и я почти все теплицы обработала осенью. Поэтому у меня нынче не будет никаких, ни мойки, ни обработки теплицы с помощью вот этого автомоечного устройства, ни других. А показать вам хочется, и поэтому я сейчас буду вам показывать прошлогодние видео, но актуальности оно не меняет, разницы нет. Что я прошлой весной это сделала, что я нынче бы весной это сделала. Но вот нам еще рано, конечно, обрабатывать, я еще не во все теплицы даже могу войти. Но для того, чтобы вы смогли выбрать, я хочу показать вам все, что я в прошлом году делала, и все, что я выкладывала, снимала. Вы в этом году посмотрите, и как раз пока вы все это пересмотрите и сделаете выбор, у вас наступит пора, дата ваших обработок. Как раз вы уже вооружившись этими знаниями, выйдете и обработаете теплицу свою тем методом, который вам наиболее понравился. Все. Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сейчас буду показывать, как я обрабатываю теплицу за неделю до посадок фитоспорином. И напомню, что сегодня я начала серию видеороликов про обработки теплиц. Я рассказала в первом видеоролике, что они очень разные. Есть мягкие щадящие варианты, есть средние, есть вообще жесткие. Мы применяем эти разные варианты в зависимости от ситуации. Если вот в этой теплице у меня в прошлом году не было фитофторы, тут росли перцы, микробиология у меня нормальная, и грунт, и все хороший. Я сделаю щадящую обработку. Вот этот вот маленький участок, вот здесь вот, я просто пролила кипятком, посажу завтра здесь редиску. А вот следующий участок, который мне не срочно нужно, я буду обрабатывать и грунт фитоспорином, и теплицу. Теплицу фитоспорином обрабатываю тем же раствором, что и поливаю грунт. У нас вот рабочий раствор у меня разведен по инструкции. Беру одну столовую ложку и на ведро, вот на такое ведро. Я все растворила. Можно обработать какими-то, если у вас есть устройство для мойки автомобиля, это будет очень быстро. Я попробовала, не смогла без мужа его завести, и решила опять своим старым методом вручную. Нужно постараться обработать и металлоконструкции у теплицы, и сам вот этот поликарбонат. Смывать фитоспорин не нужно, потом конденсат будет, он сам весь стечет вниз. Если верхние я просто опрыскиваю части, то нижнюю часть, вот там где плесень, я сейчас обрызгаю, и потом еще тряпочкой буду вот так протирать. Тут ничего сложного нет, верхние они более чистые, вот досюда, а нижние вот эти панели я все сначала брызгаю, потом, ну сейчас тряпку возьму, потом вот это все растираю. Как видите, везде плесень с прошлого года, и потом еще раз опрыскаю, все. После того, как все мои вот эти вот конструкции, теплицы будут готовы, только после того, как я их вымою, я этим же раствором полью вот этот грунт. Сейчас я поливать не буду, потому что у меня теплица еще не готова. Поливаю весь грунт также, все. И накрываю пленкой. Этот метод, он такой, довольно-таки мягкий, его можно применять лучше всего там, где у вас не было болезни, еще раз повторю. Но нужно дать неделю, чтобы вот эти наши полезные микроорганизмы, грибки, поработали, и потом почва будет готова. Если у вас была в прошлом году фитофтора или какие-то другие заболевания, нужно обязательно обрабатывать более жесткими фунгицидами, такими как лучше медный купороз. А если уж в крайнем случае, если ситуация сильно-сильно плачевная, то можно использовать шашку. Вот эту серную шашку, она убивает все. Но про серную шашку я буду рассказывать. У обработки серной шашкой есть свои недостатки. А вот этот мягкий щадящий способ, который очень простой я показала, мою поликарбонат фитоспорином и потом поливаю грунт фитоспорином. Все, вот эта теплица у меня будет готова. До свидания. С вами была Ольга Чернова.